смотрите какой я нашла грибочек то есть я не знаю естественно что это такое смотрите какая красота у нас уже который день моросит дождик смотрите нет вулканов вот там вот вот там те вулканчики наших не видно морозь прохладно лето закончилось те три дня лета кому удалось поймать тот везунчик но я поймала я сидела под палящим солнцем прореживала морковку аж голову напекло даже успела сгореть в общем считаю что я везунчик мне повезло едем так это вот перед нами академика королева улица выезжаем мы с проспекта рыбаков несмотря на такую погоду тепло я оделась всего лишь водолазку и сверху худи от коламбия которая хорошо очень греет и вы знаете пробивается сквозь тучки солнце может быть сегодня еще успеем поймать солнечный денечек дочь поросить на данный момент уже прекратил очень свежо по-камчатски дышится изумительно легко и и мы продолжаем свое путешествие по улице академика королева вон туда кирпичи кирпичики кирпичи и мы едем по халактерскому шоссе вот смотрите до сих пор еще не демонтировали вот это знание которое обрушилась так интересно вообще здесь что-то функционирует так 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 цены на бензин проезжаем цены на бензин проехали так 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, мы до Рыдыгина еще не доехали. Решили где-то тут налево свернуть. Вот тут какой-то знак. И какой-то там дальше дорога еще туда-туда идет. Но это свернули мы с Халактырского. Решили просто прогуляться. Такой красота такая! Иван-чай зацветает со страшной силой. Деревья такие чистейшие сегодня. Пахнет прям озончиком. Ни ветра, ни сги, ни комарика, ни мошечки ни одной. Просто зайдем в лес, погуляем. И я хотела еще отрепетировать, как ставить на навигаторе точку, чтобы не заблудиться. Но, увы, не получилось у меня. Если кто-то знает, как точку ставить, можете подсказать мне в комментариях. Потому что у нас был такой страшный опыт один раз. Мы заблудились. Реально. Я не знала, куда идти. Это было первый раз в жизни моей. Я помню бабуська моя в Томской области, которая по папиной линии. Она прям учила меня ориентироваться в лесу. Вы представляете, я взяла и заблудилась. Какой кошмар. И деревья были тоненькие. Невозможно было забраться наверх, чтобы посмотреть, где хотя бы куда идти. Это было страшно. Но на счастье потом к нам подошла группа таких же грибников. Показала нам, куда идти. Мы были радостные. Ну, и с тех пор, в общем, такой страх присутствует. Ну, все, пойду я поищу грибочек. Показала нам, куда идти. Как можно в такой траве вообще найти хоть один гриб? У кого-то их получалось, скажите мне. Да. Ну, следы грибников вот явно вижу. Какие-то тропочки, тропочки. Но просто даже гулять одно наслаждение. Ммм, какая прелесть. А ведь здесь должны быть подосиновики, потому что это осина. Подосиновик! Грибник! Не слышно. Будем искать. Ну что, первая в этом году находочка. Кто-то видит гриб? А он тут есть. Смотри-ка. Смотри-ка, какой. Ой, какой красивый. Только-только вот вылез. Такая прелесть. Ну-ка проверим на свежесть. Ой, какая прелесть. Ой, какой свеженький. Ну, вчерашний, ладно. Вчерашний, да. Вчерашний. Ну, первая находочка. Ура. Ура, товарищи. Что это сыроежка. Правильно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вон он, прямо пошла на Халактырский пляж. Поехали на Радыгина. Дорогу более-менее примяли. Отгридировали. Но все равно, чтобы не портить впечатление от тишины леса, я, наверное, просто... Мы уже приедем, когда... Мы решили на бомбежку сначала заехать. Не на Радыгина, а на бомбежку. Поэтому я уже на месте вам буду снимать фильмочку. Сюда, кстати, ходят автобусы рейсовые. Здесь дача у многих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка Звучит музыка Не нужно ехать на Радыгина сегодня хотя бы, потому что мы поехали туда сами. На охоту за грибочком. Грибочки, становись! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!